Добрый вечер коллеги, любители хоккея. Начинаем пресс-конференцию после матча Динамо-Минск-Спартак-Москва. И первым итоги игры подойдет главный тренер команды гостей Борис Миронов. Борис Николаевич, пожалуйста, ваш комментарий. Борис Олегович. Ничего бывает. Ну что можно сказать. Хорошая игра, скоростная игра была. Хорошая скорость. Все. Обе команды хотели сегодня выиграть. Желание было огромное. Ну, опять же, в какой раз уже сами себе проигрываем игры. Нахватались совсем ненужное удаление. Тем более это удаление в конце игры. Сами виноваты. Некого винить. Команда проиграла сегодня. Будем готовиться дальше. Возвращаемся в Москву. Завтра поговорим с ребятами. Будем готовиться дальше. Спасибо, коллеги. Ваши вопросы по игре. Борис Олегович, добрый вечер. Артур Борис, призболбай. Первый вопрос хотел задать по поводу вратарской позиции. Патрик Рыбер, бывший игрок Минского Динамо, сегодня стоял в воротах. И плюс к тому же у него сегодня день рождения. Как вы выбирали сегодня то, что он будет играть против бывшей команды? Всегда дополнительный стимул играть против своей бывшей команды. Поэтому здесь вопрос не возникал. И он в хорошей форме сейчас на данный момент. Поэтому вопросов много не было. Решили, что он будет сегодня защищать ворота. Забросил сегодня в ворота своей бывшей команды Шейн Принц. Настраивали ли вы как-нибудь его по-особенному перед матчем с бывшей командой? Да нет. Настраивать особенно мы его не настраивали. А здесь и не нужно. И так дополнительная мотивация у этих ребят есть. Они играют против своего бывшего клуба. Поэтому самое главное. Забить забил, но нужен командный результат. Нужно выиграть игру. А кто уже забил чего, это уже не важно. Шесть поражений подряд потерпели. Насколько это психологически давит их на команду? И впереди не менее тяжелые игры против ЦСКА Московского Динамо? Ну, конечно, давят. Ребята уже видно, что психологически идет давление на них. Боятся лишний раз ошибиться где-то в играх. Стараются сыграть попроще. Но опять же, самое главное, не зацикливаться на этом. Только через работу, через командную игру. Не каждый сам по себе. А именно выйти и сыграть в командный хоккей. Чтобы все ложились под шайбу, ловили на себя. Помогали друг другу. Только так выходить из этой ситуации. Работать еще раз, работать. Насколько довольны игрой Беларусь Артема Димкова, который никак не может открыть голам счет в этом сезоне? Знаете, у нас и так плохо с результативностью. Поэтому нам все равно, кто будет забивать. Димков, Принц, Локтионов, Хлачев. Самое главное, я говорю, это командный результат. Команда выиграла, не важно, кто забил. Поэтому надо сосредоточиться лучше на этом. Если еще вопросы? Если нет вопросов, тогда благодарим Борис Олеговичу. Спасибо. Продолжение следует...